Всем привет! С вами Лев и канал Ольдорадо. Сегодня у нас на обзоре новинка от Huawei MateBook D15. В телефонах на андроиде Huawei поставили очень высокую планку качества. Интересно, получилось ли у них сделать то же самое с ноутбуками? Давайте разбираться. Первое, что мы видим, металлический матовый корпус. Дизайн строгий, без лишних деталей. Это однозначно плюс. Толщина ноутбука в закрытом состоянии чуть меньше 17 миллиметров. Вес всего 1 килограмм 530 грамм. В руках он ощущается очень легким относительно своего размера. Кстати, о размере. Экран тут 15,6 дюйма, имеется IPS матрица, Full HD разрешение, угол обзора большой, а цвета радует глаз. Есть режим защиты зрения. Соотношение площади экрана к корпусу составляет 87%, что дает нам право называть этот экран практически безрамочным. Клавиатура выглядит знакомой, как и во всех современных ноутбуках, но это является большим плюсом. Аккуратные клавиши, удобная раскладка. Кстати, в одной из клавиш спрятана веб-камера на 0,9 мегапикселей с разрешением 1280 на 720 пикселей. Также тут доступна полезная функция Huawei Share. И если вы счастливый владелец телефона Honor или же Huawei, вы сможете с легкостью переносить фото, видео или другие файлы на ваш смартфон и с вашего смартфона на мейтбук. В этом ноутбуке на кнопке питания есть сканер отпечатка пальца. Это достаточно удобно, не приходится лишний раз вводить пароль. Тачпад тут отзывчивый, не люфтит и не глючит. В целом по сборке за неделю использования никаких претензий вообще не обнаружено, но это все вероятно не то, чего вы ждете. Само собой интереснее всего узнать, какое же железо скрыто в этом стильном корпусе. Сердце нашего мейтбук процессор AMD Ryzen 5 3500U, видеокарта Radeon Vega 8 график, оперативная память тут на 8 гигабайт, DDR4 с частотой 2400 мегагерц, накопитель тут SSD на 256 гигабайт, что гарантирует нам быструю работу. Из коробки нас встречает Windows 10 домашняя версия, аккумулятор тут на 3665 мАч и по заявлению производителей полной батареи хватает на 6,5 часов офисного использования, на 6,3 часа просмотра видео или 6,2 часа серфинга в интернете. Зарядное устройство с разъемом Type-C подойдет не только для вашего ноутбука, но и для телефона и до 50% он заряжается за полчаса. Стоит отметить, что ноутбук не позиционирует себя как игровой, но несмотря на это мы провели тест на играх Dota 2 и Counter-Strike GO и он справился с этими играми достаточно неплохо, а именно на самых высоких настройках бывают небольшие подтормаживания, но на средних все работает шикарно. По внешнему виду и железу очевидно, что это не игровой ноутбук, а ультрабук для работы и серфинга в интернете. Эта вещь больше подойдет тем, кто ценит легкость, компактность, хорошую качественную сборку, а также комфортную работу в офисных приложениях и соцсетях. Для своей цены это отличное устройство на Windows, поэтому если все вышеперечисленное про вас, вы можете смело приобретать данное устройство. До новых обзоров! Пока! Эльдорадо! Людям выгодно!